Дмитрий Николаевич Рады вновь приветствовать в Москве руководителя внешнеполитической службы Республики Южная Осетия. Сегодня хорошая возможность продолжить обсуждение наших двусторонних отношений, международные повестки дня. И сегодня мы подпишем план межмедовских консультаций на 2021-2022 годы, который нацелен на дальнейшее укрепление нашей координации. Наши народы связывают многовековые братские узы, и сегодня Россия и Республика Южная Осетия выстраивают свои межгосударственные отношения на базе принципов союзничества и интеграции. У нас интенсивный политический диалог. Президенты наших стран в прошлом году встречались дважды на переговорах 13 марта и в ходе торжественных мероприятий 24 июня по случаю юбилея Великой Победы. У нас очень тесные, насыщенные контакты по линии Министерства иностранных дел, других ведомств, которые входят в состав наших правительств. И укрепляется договорно-правовая база, которая насчитывает уже более сотни документов. Это реально помогает выстраивать нашу работу системно, с опорой на конкретные планы и сроки. С начала пандемии нового коронавируса мы сотрудничаем и на этом направлении. Россия оказывает Южной Осетии необходимую помощь и консультативную, и практическую, и материальную. И, конечно, важную роль в стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в вашей республике сыграла работа военного мобильного отряда, мобильного многопрофильного госпиталя, сотрудников радиационной, биологической, химической защиты вооруженных сил Российской Федерации и командирования гражданских специалистов из нашей страны. И, несмотря на пандемию, отмечу, что у нас растет двусторонний товарооборот. Согласно последней имеющейся статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 года он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. И крепнут, конечно же, культурно-гуманитарные связи. И я убежден, что сегодня наша встреча будет способствовать продвижению отношений во всех областях, в чем так заинтересованы наши граждане. Контакты между людьми – это тоже очень и очень важный компонент всей нашей работы. Добро пожаловать еще раз. Продолжение следует... Министерство иностранных дел Республики Южной Осетии находится в постоянном контакте и в прямом, и через наше посольство. Мы высоко ценим межгосударственные отношения, которые сложились после признания государственной независимости Южной Осетии Российской Федерации. И в целом мы характеризуем этот процесс однозначно позитивно и готовы к дальнейшим шагам по упрочению двусторонних отношений. Несмотря на введенные ограничения, в 2020 году продолжилась работа по дальнейшему развитию и углублению двусторонних отношений. В результате взаимодействия в 2020 году было подготовлено и подписано 6 межправительственных и межведомственных соглашений, также два документа с субъектами Российской Федерации, и этот процесс будет продолжен. Соглашения, эти документы касались и Министерства обороны сторон, Министерства внутренних дел, таможенных органов, экономики, финансов, Минтруда Российской Федерации. Это все очень важные документы, которые имеют прямое социальное действие внутри и, конечно, имеют большое значение для обеспечения безопасности Южной Осетии. В рамках развития международных связей Южная Осетия присоединилась к конвенции Шанхайской организации по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года, в мае 2020 года президент Анатолий Бибилов подписал соответствующую ратификационную грамоту. Мы считаем, что это очень важное было тоже событие во внешнеполитической деятельности Южной Осетии. В 2020 году Республика Южная Осетия и Российская Федерация активно взаимодействовали в борьбе против распространения коронавирусной инфекции и совершенно справедливо отметили поддержку и помощь российской стороны. Была проделана большая работа по предотвращению распространения инфекции в Республике, защиты здоровья граждан и оказания помощи всем нуждающимся. Большую помощь оказала Российская Федерация, развернув мобильный госпиталь в Ценвале, через который прошло лечение значительная часть граждан Республики. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и в работу международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2020 году не столь часто собирались делегации, но все же удалось. Все же было несколько встреч перенесено, но сохранить рабочий уровень коммуникации удалось, в том числе со сопредседателями дискуссий. И была возможность обсуждения актуальных вопросов, которые были интересны сторонам. Южная Осетия намерена продолжить свою работу в этом международном формате. Вопросы безопасности и невозобновления конфронтации и военной агрессии становятся для нас особенно актуальными после войны в Нагорном Карабахе. Югостинская сторона будет и впредь настаивать на необходимости подписания Грузии обязывающего документа, исключавшего бы применение силы в международных делах и двусторонних отношениях. Сегодняшние реалии таковы, что Республика Южная Осетия признана Российской Федерацией в качестве суверенного и независимого государства. Это необратимая реальность, и мы высоко ценим твердую позицию руководства России по этому вопросу. В целом же хочу особо подчеркнуть, что Южная Осетия была и всегда будет надежным союзником и верным другом России на Кавказе. Такова была воля наших предков, такова главная стратегическая линия внешней политики нашей страны. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Я предлагаю перед тем, как мы перейдем уже к полноценным переговорам, подписать план консультации на 2021-2022 годы и тем самым придать дополнительную конкретику нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Николаевич Медоев подписывают план консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия на 2021-2022 годы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ